Нормально? Итак, смотрите, начало порой неизвестно. Так же, как иногда в истории получается так, что и завершение работы теряется в этих временах. И сегодня мы развились до определенного уровня, который вот нынешнее наше состояние конференции определяет. Это наличие пяти лож, 120 активных членов теософского общества, ну и, конечно, параллельно люди, которые потенциально могут войти в это число. Я думаю, что общих интересующихся вопросами развития теософии мы можем насчитать, может быть, до 300 человек активных. Кроме этого, вы сейчас знаете, на просторах интернета у нас есть группы до нескольких тысяч человек, объявленных как теософский, даже именем Елены Петровны названы. У нас есть некоторые активные участники этого процесса, которые, к сожалению, ощущают себя в одиночестве. Вот, собственно, интерес реализуют, а участие в мероприятиях групповых не принимают, может быть, только потому, что они не знают о наличии этих предложений. Сегодня в рамках общественного объединения «Русская изотерийская школа теософия» им. Елены Петровны Блаватской мы можем подводить такой итог, что наша работа определяется в пределах 22 лет. С 1993 года мы каждый год регулярно проводим школу-семинар. На нашем мероприятии были представители на сегодняшний день уже 41 города России, в том числе тогда еще не отделенные Украины представители были. В 21 городе страны удалось провести теософский семинар, не просто одноразовую встречу, а именно в рамках семинара, то есть несколько бесед. 21 город страны нашей облачен. Большие и малые города, ну а по итогу от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Сургута до Днепропетровска. И основная реализация этого устремления, это с 1908 года, когда были получены в рамках участников школы наши первые дипломы. Значит, 100 человек из 120 принадлежат к работе нашей школы. И, конечно, вот это общественное объединение, оно рано или поздно должно было принять, значит, какой-то официальный статус. И сейчас мы как раз вот над этим работаем. И первый шаг к этому был, это, конечно, решение о том, что мы должны принадлежать международному теософскому обществу, получив дипломы. Для общего образования, я думаю, следует сказать, мысль о том, что теософия это все, то есть божественное знание и мудрость это все, к сожалению, позволяет войти в движение людям, которые не желают концентрироваться на собственной идее теософии. Ну, потому что легко, свободно, захочу так, захочу эдак, все равно теософия, или я тоже теософ, сказав так, никакой ответственности за этими словами дальше не несет. Ни перед собой, ни перед, значит, слушателем или группой, в которой занимаются. Поэтому все-таки есть определенный регламент. И исторически мы знаем о том, что сложилось четыре направления, которые уверяют о том, что они признают три пункта теософского общества, признают доктрину Махатам, но одно из них в Америке, которое говорит, вам достаточно написать заявление, и больше можете нигде не участвовать в мероприятиях, не заявляться о том, что вы теософ. И странным образом заявление это должно быть написано на желтом листе. На желтой листе. Есть, значит, направление целое, которое говорит, мы признаем, значит, положение теософского общества, признаем, значит, Елену Петровну как представителя Махатам, и нам этого вполне достаточно, и никуда вступать мы не будем. Но это, собственно говоря, их выбор, может он на сегодняшний день оправдан, а исторически они все равно должны определяться. Или они самостоятельно работают, без всяких вхождений в общественное объединение, или рано или поздно они тоже могут влиться в это движение. Есть у нас еще центры, которые называют себя теософическими, которые в разные времена, собственно, принадлежали теософскому движению. Вот такое движение Бахаи, которое в основном выделило из теософов, теософ-мусульман, то есть предложение теософии о том, что она принимает представителей всех конфессий, в конце концов их не удовлетворила. Они говорят, все-таки, да, мы теософы, но по-прежнему в первую очередь мусульмане. И вот эта позиция выделила их Бахаи. И, конечно, выйдя своим уставом из теософского общества, они практически превращаются в самостоятельное объединение. Вот другое движение, от которого, я думаю, нам следует все-таки оберечься. Это предостережение, в том числе, провозглашено правилами теософского общества, о том, что в другие организации вступать теософам не рекомендуется. И здесь вот конфликт, вот некоторый, развивается по отношению к вопросу с Международным центром Релихов. Вы должны определиться, в каком сообществе участвуете, а принимаете ли вы взгляды того или другого движения, это ваше личное дело. Но как члены сообщества, подчиненные определенным правилам устава, вы должны определиться, значит, однозначно. Тем более, будучи членом какой-то организации, вот в частности, одна из спорных, и вопрос очень необычный, который может привести к распаду теософского общества, это включение учения Алисы Белли в теософское движение. Алиса Белли создала общество, New Age, и поэтому представители этого общества уже автоматически не могут стать членами теософского общества. То есть, или вы в New Age остаетесь, либо вы, значит, переходите в теософское общество. Значит, зачастую, все-таки, я думаю, что у них какие-то организационные проблемы существуют, кроме того, что хочется все это проникнуть как можно больше и вступить в теософское общество, в частности. Они все-таки вносят свою идеологию. Идеологию, которую изначально от выбранного учителя они пытаются освоить. Мы все-таки имеем предупреждение, но, конечно, не от Елены Петровны, потому что это общество было создано после нее, но, предположим, от, значит, Елены Ивановны Верих. И если вы пока не знаете и будете для себя складывать это представление, для закономления, конечно, вы должны познакомиться с книгами и с тематикой этого сообщества. Но, я полагаю, все те вопросы, которые они перед собой ставят, мы обязательно найдем, изучая, значит, теософию. Поэтому отношение к этому движению или к этому направлению вы тоже должны, как бы, сложить на мой взгляд. Дальше вопрос, который возникает, у нас он однозначно и лишен давно. Это выбор материала для постижения теософии. Коль сказано о том, что теософия – это постижение истины, хоть это звучит как-то вот вскользь вроде, но если проникнуть эту суть, это утверждение, то истина уже для теософии определена. И наша задача – не поиск истины, а изучение истины. И основным материалом, на мой взгляд, и у нашей школы, во-первых, и дальше, если мы будем представителями российской секции, мы будем утверждать о том, что материал тайной доктрины, данным нам через Елену Петровну является основным материалом для того, чтобы мы сложили теософское мировоззрение. Вот посмотрите, что в самой первой страничке первого тома сказано в тайной доктрины, автором Елены Петровны и переведенной изначально Леной Ивановичей. Этот труд я посвящаю всем истинным теософам каждой страны и каждой расы, ибо они вызвали его, и для них он написан. Таким образом, если мы хотим себя причислить поэтапно, сначала интерес к теософии, потом интерес к теософской литературе, потом интерес к объединению в виде теософской ложи или российской секции, то мы по этим ступенькам должны определять себя как истинные теософы, а не шатающие, то теософия, то какое-то другое направление. Но чтобы стать истинными теософами, мы должны изучить тайную доктрины. Вот истинная теософия. Вся остальная литература мы исторически знаем, все зависит от того, с чем человек впервые сталкивается в потоке теософского движения. Какая литература, какие люди, какие мероприятия, они его либо укрепят в этом движении, либо, значит, отодвинут в дальнейшем. Исторически мы знаем эти ходы. Многие, не начиная или не подходя к тайной доктрине, они практически рано или поздно выпадают из этого движения. Потому что просто они не укреплены знаниями этой особы. Я надеюсь, что выступающие от представителей ВОЖ, руководителей ВОЖ, представителей городов, где нет еще ВОЖ, вы, пожалуйста, отметьте, как было первое прикосновение к теософскому движению. Это очень важно нам и для того, чтобы мы историю описали нашего вопроса, современную историю теософии, и в то же время видели, что приводит к теософии, а что, значит, это самое, может до конца не определить наш этот выбор. Не настаиваем, но мы предлагаем изучать труды Елены Петровны. Мы с благодарностью относимся к труду Елены Ивановны за перевод. Мы можем отметить, что это один из эзотерических переводов тайной доктрины. И, может быть, вот 20-летний наш результат и наш поиск законов теософии определяется тем, что тайная доктрина в русском переводе, она является эзотерической, оставаясь эзотерической, становится доступной русскоязычному читателю. Я думаю, следует отметить факт, который освобождает нас, может быть, от каких-то привязок. Потому что выбор вступить в ложу или в общество – это индивидуальный выбор. Мы можем оставаться и просто членами теософского движения, без всяких, так сказать, обязательств. Даже став членом теософского общества, обладая дипломом, мы можем войти в поток свободных теософов. Но тогда все ваши организационные вопросы вы сами решаете, без ложи. Если вы вступаете в ложу или от имени ложи пишете заявление, то ложа вам помогает решать все организационные вопросы. И вот смотрите, я делюсь, конечно, нашим опытом работы. У нас была сформирована сначала лектория для более широкого представления нашего видения о теософии. На уровне города мы работали, и все желающие могли познакомиться с нашими представлениями. Из этого состава мы выделили группу, которая желает изучать теософию уже более сознательно. И это стали наши субботние занятия в нашем клубе. Из этого состава мы выделяли группу, которые определились уже однозначно с этим движением. И она так называемая эзотерическая группа, которая самая сложная по ответственности. И на стадии становления многие оказались, нет, наверное, нам эта форма не подходит. И уходили. Мы дважды реформировали эзотерическую группу. Но наличие эзотерической группы обязательно, потому что это стержень и практически то самое ядро любой группы. Вот все не поддержали, поленились. Вот, значит, на лектории перестали ходить на занятия, там все меньше и меньше. А эзотерическая эта группа должна существовать. Если она распадается, мы просто превращаемся в одиночных представителей этого движения, что, в общем-то, тоже вполне возможно. Но о коллективной работе тогда уже речь нет. И, конечно, каждое из этих отделений, оно имеет свое значение, свой функционер. Ну и я думаю, что вот эта форма аналогична в любой группе. Желательно постоянное место определить, желательно постоянное время занятий, и тогда результат обязательно будет. Конечно, связь с другими группами нужна. Такой связью для нас было посещение международных семинаров с 91-го года по 98-й год. Значит, я лично участвовал в семинарах, которые проходили в Москве и в Днепропетровске. Кроме этого, в Днепропетровске я практически до 2001 года приезжал летом. И оказывалось так, что я был инициатором проведения бесед о теософии, о творчестве Леона Петрова. И в какой-то мере, на мой взгляд, даже это позволило теософским теософам Днепропетровска все-таки осознать свое значение. Что только они могут и никто со стороны не сделает. И сейчас теософская группа Днепропетровска достаточно на Украине достаточно сильная. Так связь наша. Ну и, конечно, потом поездка с ознакомительными десетами по городам, где этот интерес возникал. Если говорить о трех целях теософского общества, я думаю, они вам известны. Но любое сообщество – это прообраз того, что сказано в первом пункте. Создать ячейку всемирного образца людей. Вне коллективной работы этот пункт реализоваться не будет. Поэтому индивидуальное познание, оно ограничивает и практически вас исключает из людей, которые поддерживают три пункта. Иначе не участвуют в групповой работе, иначе не поддерживают этот пункт теософского общества. Дальше, вот почему мы настаиваем на то, что должна быть школа теософии. Потому что дальше. Способствовать изучению сравнительной религии, философии и науки. Ну, где как не в тайной доктрине мы найдем все ответы на эти вопросы. В большей степени. Если вам трудна тайная доктрина, да, но хочется оставаться на эзотерическом уровне, ну, читайте изъеду разоблаченную. Потому что она так и была задумана, первоначально, как основной материал, которым Лена Петровна там взрослого обладала. Но потом выясняется о том, что интерес распространяется, да, и Лена Петровна вынуждена была, отвечая на вопросы, написать огромное количество статей. И это серия Белого Отоса, издательство «Сферы», это серия Елены Петровны Главацкой потомкам, это выборки из статей Елены Петровны. Там более доступно рассказывается суть эзотерической доктрины. Но если вы останетесь только вот на этих статьях, скажете, я сложил представление, да, то это будет ошибкой. Если вы хотите по-настоящему узнать, что такое теософия, дальше надо приступать к тайной доктрине. Ее нельзя приобрести только, или так, читать изредка. Ее надо обязательно прочитать от корочки до корочки, а потом периодически возвращаться. Какую-то тему выбирать оттуда интересную, или, значит, интересующую тему выносить на конференции докладами. Но там материалу по любым абсолютно темам, более чем достаточно. И тайную доктрину надо изучать. Это не просто книга, которую можно прочитать, ее надо обязательно изучать. Ну и дальше мы слышим даже вот в нашей работе, конечно, мы осознаем, что это люди, которые тот материал, который мы освоили, не знают. А это третий пункт исследования не объясненных законов природы и силы, скрытых в человеке. Ну где мы еще это найдем? Разбросано во многих дисциплинах, во многих учениях, во многих книгах. А концентрированно мы это хоть и с трудом, но найдем в тайной доктрине. И как результат этого, вот, календарь Калачакры — это иллюстрация законов природы. Наша реакция психологическая на события нашей жизни — это наши внутренние скрытые силы, которые мы можем не понимать. А в сочетании знания и иллюстрация Калачакры и других таблиц они показывают, что это взаимодействие, которые показывают внутреннюю нашу силу психологическую. То есть цели непростые, вот, и в то же время, то есть они достаточно простые в изложении, но они достаточно глубоки, чтобы пренебрежительно к ним относиться. И мы стараемся этому следовать, и как результат, вот, все то, чем мы на сегодняшний день обладаем. Я думаю, что вот есть еще один такой пункт в развитии теософии, предложенный Еленой Петровной в книге для учеников внутренней группы. Вот, она, выйдя, сразу привлекла внимание многих людей, потому что тут сразу попытка, о, самую главную тайну узнаю, прочитаю эту книгу для внутренней группы. Человек еще не состоит внутренней группы, знаний еще нету такого уровня, да, но есть возможность прочитать эту книгу. А там больше ответственности, чем прав. И в частности, в этой книге Елена Петровна приводит клятву. Вот я вам предлагаю в память о Елене Петровне эту клятву произнести в День Белого Зайца, и желательно в составе эзотерической группы. Вот ваш путь. Осознание, постижение, ответственность, и, наконец-то, вы вошли в эту группу, и морально вы готовы. Но это не обязательно, потому что клятву никто не заставляет принимать. Это вот ваш выбор. А я повторяю, чтобы теософия стала живым фактором в вашей жизни этого воплощения других, рано или поздно эту клятву вы должны принять. Вы ее можете прочитать для себя, сказать, да, я все согласен с этим. Но ответственность, когда вы заявляете перед своими товарищами, то есть она должна быть прочитана публично. И вот строчки клятвы таковы. 1. Клянусь приложить все усилия, чтобы сделать теософию живым фактором в своей жизни. 2. Клянусь поддерживать перед всем миром теософское движение, его руководителя и его членов. 3. Клянусь никогда не выслушивать весь протеста, ни одной клеветы, сказанной о собрате теософия, и воздерживаться от осуждения других. 4. Клянусь вести непрестанную работу с моей низшей природой, и быть снисходительным к слабостям других. 5. Клянусь сделать все возможное посредством приобретения знаний или же как-то иначе, чтобы помогать другим и учить их. 6. Клянусь оказывать всяческую поддержку движению, деньгами и трудом, уделяя ему свое время. Так помоги мне, мое высшее Я. Последняя срочка этой клятвы. 7. Последняя срочка, она как бы ставит точку в этой клятве, и в то же время включает в работу ваше сознание, его высший духовный аспект, как мы сейчас опротегаем этот принцип, назван ЧИТ. И позволяет вам в следующем воплощении начинать свое сознательное существование уже в рамках теософского мировоззрения. Потому что знания, полученные вами сегодня, они такого уровня, что они остаются с вами и в посмертном существовании. И переносятся на следующего площади. Поэтому это большая ответственность. В строчке вы уже знаете, где найти. Ваше решение двигаться к моменту принятия этой клятвы. Вот в определенной мере, видите, я вам сейчас тоже в рамках конференции ее зачитал, я произнес эту клятву услугу перед свидетельством многих сознаний. Сознательно, ответственно принимаем буквально каждую строчку этого постулата. Вот в качестве предложения дальнейшей работы в рамках конференции, как предложения именно, от вас тоже эти предложения мы ждем, я предлагаю принять, учредить, не спеша, вот такую эмблему российской секции международного и соц. общества. Залетающий павлин. Я вам его по рядам ищу, вы посмотрите. Павлин это эзотерический символ. Вы уже знаете, что вручая дипломы ложь, мы вручаем вам и одно перо павлина. Вот когда, значит, семь перьев мы раздадим ложам российским, то мы можем претендовать на то, чтобы учредить российскую секцию. Я вообще нашел эту эмблему, но я думаю, она очень эмблематична, это изображение, да, эта картина. Правильно? Ну вот если вы не против, я очень кратко сейчас постараюсь представить вам теософию в символах. И повторяю, очень кратко, очень кратко, но очень емко. Вот мы находим у Елены Петровны в «Тайной датери» в первую часть третья, отделение четырнадцатого. Теофилософия развивается в более широких линиях, с самого начала его, во времени и пространстве, в нашем круге и планете жить. Тайны природы, во всяком случае те, которые законно знать в нашем разе, были запечатлены в геометрических фигурах и символах учениками тех же самых ныне невидимых небесных мужей. Ну, небесные мужи, вы можете представить, это другое имя, может быть, хенкогоничные сущности, да, пожалуйста, мастерные. Ключи к ним переходили от одного поколения мудрых мужей до Бога. Некоторые из символов таким образом перешли от востока к западу, принесенные с востока и по городу, который не был изобретателем своего знаменитого треугольника или цитратиса, да? Последняя фигура вместе с квадратом и кругом является более тростноречивым и научным описанием порядка эволюции Вселенной, духовной и психической, даже так и физической, нежели тома, описанные космогонией в откровении генезисов. Вот что мы нашли в тайной доктрине. Хорошо, точно, как они, люди, наши... Здравствуйте, ваши люди заметно поправили. Все замечают. И так, изучая тайную доктрину, мы видим о том, что первый тон тайной доктрины первый тон тайной доктрины учит нас планам бытия, то есть миру, который создается. И мы видим, высочайший план бытия может быть представлен в системе символов, символе, которые символом-то не являются, потому что есть определенный уровень, где можно говорить о символах, круг как символ, квадрат как символ, треугольник как символ. И таким образом план абсолютности мы можем представить круг безокружности. Первое начало дифференциации пространства абсолютного в пространство относительное. С этого начинается космогония. Окружность, которая нигде нет пределов к этому феномену. И тем не менее пространство абсолютно дифференцируется в пространство относительное. Следующий феномен. Само пространство или начало его проявления. План божественного умма второго. Это, собственно говоря, площадь этого беспредельного круга. Третий, Махат. Когда единый выявил второго, то есть вдруг выявил площадь, третий появился. И третий – это центральные точки, которые во всем объеме этого беспредельного круга. Потому что любая из этих точек площади однажды станет миром, объектом. Будь то Вселенная, Галактики, Солнце, Планеты, Человек. Это тоже одна из точек этого беспредельного круга. Это наш изначальный источник существования. И третий аспект – это Махат разум. Потому что мы и есть разумы. И вот трое проявились. Мы здесь даже не можем еще нарисовать пока треугольник, но фактически трое проявились. И когда трое упали в четыре, проявился, условно говоря, тот самый Божественный Тетрактис. Вот первый абстрактный символ. Символ Парабрамана. Проявился он в четвертой точке, как совокупность трех. И эта четвертая точка потом станет четырьмя планами бытия, будущими. План Муллопракрития, или вот этот Божественный Тетрактис, сила пространства, создала форму. Первую форму. Единый элемент. Дальше дифференциация этого единого элемента на четырех планах бытия, мы их разрисовываем дальше, превращается в следующий план. План богов, который представляется в виде семеричной иерархии Тхиан-Каганов. Но это условно, потому что здесь мы видим Пресвятую Четверицу, четыре божественных животных. Мы здесь видим Ману, порождение 12 причин бытия. Мы здесь видим летописцев, кармы, после которых начинает формироваться еще один следующий план бытия, который представлен символом змеи, одним из составных символов, эмблемами Женом Теосов и Общества. План астрального света. Летописцы кармы. Мы их находим опять благодаря Калачакре, описание в Таиндоктрине, а Калачакре иллюстрируют, это белый заяц и черный гракон. И, как парадоксально, назначили Анна Петровна, как раз относится к принцу Белого Зайца, а Аликот, один из соорганизаторов черного дракона. Иначе других людей нельзя было выбрать для того, чтобы именно они стали проводниками божественного. Они, как представители летописцев кармы. Но это все, вместе с астральным светом, представляет кольцо неприступи, через которое человечество современное пройти не может, и практически вот этот порог является порогом для всех, кто еще не стал Теософом. Пройдя за порог, мы входим в тот мир, который, собственно говоря, и представляет чисто божественный феномен, является предметом изучения Теософа. Потому что в пределах вот этого символа, который представлен как астральный свет и как круг уже, первый символ, круг как первый символ, находится современное сознание человечества. И если вышележащий план мы представляем и объективизируем как мир Шамбалы, для нас объективное понятие, то внутри круга распределяется мир, который называется мир Гарю-Мару. И если опять мир Шамбала, мир Богов, это мир иерархии тхианкагонических существ, то внутри круга у нас тхиани-буды называется. Следующий класс божественных существ. Пять элементов этого круга показывает нам о иерархии тхиани-буд. Пять состояний в двух видах, мужской и женской. То есть десять тхиани-буд представляют сущность этого плана. Замыкается астральным светом, символом круга или змеи и вполне доступен через чувственное восприятие человека. Поэтому он более восприимчивый. Но это не предел, это не божество. Это духовные существа. Эмблема этого плана, который в одном месте назван как панча-рока, потому что пять слоев, это грамматон. Вот он здесь проявлен. Это кто? Тетрактис на высших планах превращается в тетраграмматон на плане чувственного. Конкретный символ. На основании его треугольник, как отражение верхних трех принципов, и отраженный треугольник вершиной к нему. И я вот на этом месте вам просу формулу из тайной доктрины. Елена Петровна говорит, между тетрактисом, четырьмя высшими планами бытия, и тетраграмматоном находится астральный мир, астральный мир. Мир богов, мир Шамбалы, эфир-элемент, вся совокупность божественных существ, которые мы можем представить. Хиан-Каганы, Ману, Адам-Кадмон, Сефира, Сефироты. Для нас, конечно, причина бытия, Сефироты, причина бытия. А вот бытие в круге, да? И дальше. А между тетраграмматоном, извиняюсь, ну да, тетраграмматоном и свастикой, как символ материального плана, который мы либо в центре вот здесь нарисуем, точкой центральной, да, находится астральный план. Астральный план. Он еще более напряженный, чем план астрального света, через который мы сейчас вот объективно проходим с 12 по 16 год. И этот план тем более держит в своих тисках основную массу человечества. За пределы материального плана, ища, находя богов на астральном плане среди совокупности элементальных иерархий, к которым относятся в том числе даже и человеческие мыслеобразы. Особый вид элементалов для этого подробно мыслеобразы. Мысль материальна, но она материальна в теле элементалов, особо в архитклассах. И вот такое представление нам показывает 7 планов бытия. 3 плана мира, духов, неформ, и 4 плана бытия, 4 низших плана бытия, в пределах которого реализуется вся человеческая жизнь. От его духовной основы до материальной. По нисходящей виду и по восходящей виду. Вот заметьте, сколько минут надо было мне представить вам эту систему, значит, мира с точки зрения этой особенностью. Надо как бы согласиться, что вот это порядок, последовательность, да, и Бог многих оказывается не так высоко, как они предполагали, потому что их планы бытия и представления другие более ограничены. Наше божество круг безокружности. состояние пространства в начале дифференциации. А все остальное, да, это все иерархии божественных существ. И в этой лестнице мы, в общем-то, не заблудились. Основа вот этих построений лежит в эмблеме международного теосовского общества. Истинное знание символов этой эмблемы дает нам определенные знания. И вот заключая свое выступление, хотел бы сказать о том, что время познаний нового для данного круга существования, для данного живущего поколения закончилось. Сейчас время усвоения этих знаний и передачи. И поэтому создание теософских групп, появление теософов от одиночки до коллектива, создание лож, создание объединения лож в секцию, это тот самый инструмент, который должен быть проводником знаний, полученных через теософию вот в это время. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, я готов. Вопросы. А вам не показалось, Владимир Анатольевич, что ваше выступление, доклад, очень как-то расходится с докладом Павла Малахова? То есть вы такие поставили высокие планки, такие требования, которые, на мой взгляд, хорошо бы подошли для отдельной эзотерической группы, но не для всего российского теософского общества, которое должно сделать единство многообразия. Потому что задача российского общества, как, значит, мы слышали в первом докладе, это все-таки объединиться теософов. Мы все разные. Но теософов же, а не просто людей добро и вовремя. Вот вам ответственно надо ставить. Да, ставится вопрос истинности. Вот истинный теософ. А кто меряет, кто истинный теософ? Кто будет измерять? Вы понимаете, разве тот теософ, который не изучает космогонию, но он, значит, занимается сравнительным религией, в каком-то узком аспекте, или познанием своих собственных свойств, это тоже одна из задач теософии. Разве он не теософ, но он не способен и не хочет, значит, заниматься космогонией. Значит, он должен организовать свою ложу, и эта ложа должна тоже войти в российское общество. То есть, задача российского и теософского общества объединить все самые разнообразные интересы в виде различных ложек, различных шариков. А ваша вот эта высокая планка такая, она просто, если принять ваш доклад, то рассыплется предложение единственного многообразия. если принять единственного многообразия, ваши вот эти такие строгие, высокие требования, чтобы еще дать прятку, это ведь требование эзотерической работы. Вы уже за рамки вопроса выходите, уже выступление не получает. Я завершу ваш вопрос для наших участников через интернет. И она сказала, не противоречит ли ваш доклад докладу другого брата Теосов. Потому он и другой. Я вот один одно мнение высказывает. Начинает брат Теосов, другой высказывает. Вот от третьего высказывает. Мы не противоречим, мы каждому высказываем свое представление об этом вопросе. А что касается в деталях, вы уже говорили, уже я Теосов, вы меня уже принимайте. Так вы докажите, что у Теосов в своем ну это самое, в своих выступлениях, в своих находках, в своем поведении. А тогда мы обязательно вас примем. А то говорит, нет, я уже Теосов, вы меня обязательно принимайте. Все-таки хочешь не хочешь, а мы должны вообще не узнавать, насколько вы предполагаете, потому что мы же тоже прошли этот путь познания от простого увлекающего человека до того, который сказал я Теосов. И вот этот путь немалый, но многое значит это самое испытали, и много претензий, и много разочарований. А вы говорите, нет, я Теосов, меня принимайте. Давайте расскажите, кто вы такие свои представления. А коль адресованы не только мне, но и вот Павлу, пожалуйста, какой может быть ответ на этот вопрос? Я хотел подчеркнуть, что тема доклада Владимир Анатольевича практический пример объединения Теософов. Поэтому он и рассказывает о практическом собственном примере, который он прошел, путь, и который он может обоснованно рассказать вам. Ведь что, собственно, и к чему я призывал в своем докладе, чтобы деятельный был каждый Теософ, чтобы он каждый действовал в том направлении, которое ему понятно, ясно, в котором он может реализоваться, и которым он может поделиться с другими людьми. Ведь если каждый будет ориентироваться, пусть даже на очень высокую какую-то и справедливую цель другого Теософа, то он будет заниматься не своим делом, просто-напросто. Поэтому реализация именно собственных возможностей, в собственных условиях, вот это как раз задача каждого Теософа. И это не противоречит объединению. Владимир Анатольевич рассказал про ту работу, которая была проделана им и его окружением, и это действительно большая работа. Многие из вас, я думаю, большинство из вас знакомы с Владимиром Анатольевичем на протяжении ни одного года и видели эту работу. Поэтому работа была проделана и об этом был доклад. И сейчас собственно и по программе и по сути последовательно будет предположено каждому другому Теософу, представителю ложи, выразить свой путь. Да, я свое мнение в своем деле. Мы собрались. Два слова. Вот смотрите, мне кажется, что доклад Павла был как о братстве вообще, как понятие. А Владимир Анатольевич больше коснулся о ядре этого братства. Понимаете, есть различия. Братство как вообще понятие человеческого значения, и в основе которого ложится кодекс нравственности и другие всечеловечные основы, а ядро братства, именно корень нашего братства, он и Владимир Анатольевич затронул то, что знание материала или идеи махатам через представителей Елены Петровны Балаваскова. То есть, как бы, конечно, акцент есть другой, но в целом так давайте мы будем учиться. Я уже как вот ведущий. Значит, смотрите, есть реплика. Эта реплика может оказаться, секундочку, вернемся, вопрос попросили. Реплика может казаться автору этой реплики очень значимой, и он готов развернуть, предположим, на полтора часа. Но когда он выходит на трибуну, больше минуты он сказать ничего не может. Либо начинает повторять эту реплику несколько раз. Вы отличите реплика от него. Дальше, вопрос. Это вопрос. Он не должен быть в виде выступления. Дальше выступление. Краткое выступление, значит, в пределах от семинарского до 15 минут выступления с лекцией до полутора часов. Ясно, да? Это порядок, так сказать, ведения. Вы определяетесь, да, в этом порядке. Теперь, на правах ведущего. Значит, у нас сейчас должны быть, ну, я еще отвечу на вопросы вот наших слушателей. У нас сейчас должны быть выступать представители ваш руководителя, потом, значит, у нас выступает Георгий Абрамович с докладом о, значит, вопросах, значит, казначейства. Потом выступают представители городов, кто хочет, да? Но представители городов, от имени которых что не прозвучало выступление, даже высказаться. После этого, следующая серия, значит, выступающих, это члены конференции. Выступить может любой, даже, но вот в таком порядке, чтобы нам организационно это проводить, ясно, да? Ну, и по времени теперь, мы пол второго должны закончить это выступление, и с двух до трех у нас обед. Мы ровно в два часа должны быть в кафе, который вот на соседней улице у нас, кафе Романтик, ясно, да? С двух до трех обед. И в пол четвертого мы снова начинаем. Ясно, да? Так что вы не думаете, что вот вы все не успели до обеда высказаться. Так, ну вот еще здесь позвучал, Паша, запрос на вопрос наших амичей. Как я услышу его? Нет, ну-ка. Попробуйте сказать что-нибудь. Какой ваш вопрос-то? Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Слышно? Давайте говорите. Слышно, мы вас слышим, мы вас слышим. Это позвучит ручок, но мы всегда слышим. Вот, Наташа, мы слышим, что вы говорите, что вы говорите, как слышно отлично, если вы еще связаны с вами. Однако, кто-то оберет вас, вы это слышите. Вот, Наташа, степень глухоты зависит от удаленности. Приезжайте к нам. Приезжайте чаще к нам. Радости. Так, ну это технический вопрос, будем регулировать его, так что, да, говорите. Если мы уходим, то есть все уходим. Так, Паша, я здесь это сам объявляю, а там по-прежнему докладчики, да, поэтому это надо двигать, будет очевидно как-то, да? Ну да. Ну давай, надо что-то, надо что-то. Устраивайся. Сейчас я предлагаю слово Галины Валентиновны, главу президенту Ложи Города, Нижний Новгород. Паша, а вы, наверное, колодку вообще отключите? Спасибо.